Итак, дорогие друзья, в сегодняшнем, последнем уже уроке, нам осталось разобрать лишь адаптацию сайта под все разрешения экранов. Как я говорил в конце прошлого урока, что бывает такая необходимость скрыть или преобразить, или, ну в общем, применить особые свойства для конкретных разрешений экрана. И так же, как я раньше говорил, WordPress идеально адаптирован под мобильные устройства. Там, конечно, ничего не надо править, потому что вы собьете, там все идеально сделано. Но бывает такая необходимость либо скрыть, либо видоизменить какой-то элемент. Этот залог успеха по адаптации состоит из двух этапов. Первый этап это, если вы какой-то, если вы преобразуете какой-то элемент в плане его размеров, то есть ширины, высоты, любые отступы, все что угодно, что связано с размером, вы должны указывать значение этих размеров в процентах. Но об этом я уже рассказывал. И второй вариант это задание конкретных стилей для конкретного решения. Это делается с помощью медиавыражений. Давайте на конкретном примере я покажу, как вообще это делается. Ну вот, перед вами сайт. Давайте на примере, например, 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 на мобильных устройствах скроем один из этих блоков. То есть, допустим, на разрешениях, где будет уже некрасиво это все показываться, мы скроем лишние блоки. Итак, давайте вызовем нашу консоль редактирования браузера. Кликаем на этом блоке правой рукой мыши и посмотреть код элемента. Помните, на нескольких, на прошлом или позапрошлом уроке я вам рассказывал, что для удобства вы можете изменять, да, размер панельки, и она будет, чтобы удобно отображать. Также это можно использовать при адаптации. Можно смотреть, как будет выглядеть тот или иной сайт на вашем устройстве, ну, в смысле, на различных размерах экрана. Так, подносим границы. Курсор, он становится двойным, и переносим. И вы видите, сверху, над этой консолью, вот вверху, появляются две цифры. Вот, одна это ширина, другая высота. То есть, это разрешение. В нас интересует верхняя, левая цифра, это разрешение экрана. И то есть, мы можем сразу посмотреть, как будет выглядеть сайт на различных устройствах. Смотрите, уменьшаем. Так, что у нас получается здесь? У нас уже, видите, три и два сразу скрываются, сразу сдвигаются. Но это нормально еще выглядит. Дальше мы еще, 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 еще сдвигаем. Вот, смотрите. Как-то один тут некрасиво. Допустим, нам нужно отследить, где все-таки происходит этот сдвиг. После какого разрешения сдвигаем. Смотрим за первой цифрой. 692, 7, 701, 704, 706, 712, 713, 715, 719. Так, смотрим, 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 когда перестанет быть один. Оп. 793, и еще нормально. 784, 769. Смотрите, где-то между 764 и 769. 767 нормально. Вот, 766. При разрешении 766 происходит вот этот сдвиг. Нам нужно... Что нам нужно сделать? Нам нужно на разрешениях экрана до 767 пикселей скрыть вот эту последнюю секцию. Давайте получим код к этой секции. То есть, мы должны определить путь к ней. То есть, идентификатор или класс что-то. Это имидж рисунок. Он содержится в блоке промо-категории имидж. А тот входит в блок промо-категории контент. То есть, нас интересует промо-категории контент, но не просто этот блок. Посмотрите, все остальные блоки тоже, как бы, они тоже относятся, как бы, имеют класс такой же, как и это. То есть, тут, получается, 5 блоков имеют один и тот же класс, да, про промо-категории контент. И эти все блоки входят в состав... Ну, это контент-фрап мы, как бы, не берем во внимание, потому что, ну, это для выделения, да, он предназначен. Хотя его стоит учитывать. То есть, смотрите, промо-категории контент входит в состав промо-категории в рап. А промо-категории в рап входит в состояние промо-категории в рап. А этот входит в состав, получается, ID-контент промо-категории. Просто я онлайн записываю, поэтому сейчас мы разберемся. Ну, то есть, по факту, что нужно? Обращаемся к промо-категории в рап, потом обращаемся к ложенному промо-контент в рап. И нужно обратиться через соседние селекторы к промо-категории контент, и именно к пятому. Да? Да. Так. Ну, давайте обращаться. А, и что мы... Мы выяснили, что 760... Получается, сейчас еще раз я... Так, 700... Ну, да, вот, 767 пикселей. Так, точка. Закрываем. Переходим в панель настроить. Так, переходим в панель настроить. И в дополнительные стили. И нужно сделать... Нам нужно прописать свойства, но... И нам нужно, значит, применить свойства для экранов свыше 767 пикселей. Нужно браузеру сообщить о том, что до разрешения 767 пикселей пятую, вот эту пятую секцию, нужно скрывать. Для этого используется вот это медиа-выражение. Сейчас я его скопирую. Я его скопировал. Сейчас, посмотрите. MediaScreen. End. Это ключевые слова. Они всегда есть. Max Width. Это максимальная ширина. И... Тут у меня ошибка вылезла, потому что не полностью код записан. 767 пикселей. То есть мы прописываем, что до размера 767 пикселей. То есть до ширины. Далее. Далее ставим фигурные скобки. И уже здесь мы должны обратиться к нашему элементу. Давайте посмотрим еще раз его код. Вот он, этот элемент. Просмотреть код. Что мы? Так, так, так. Значит, что мы хотели? Мы... Promo Content Wrap. Промо... Вот. Значит, сначала обращаемся. Промо категории Wrap. Далее обращаемся к ложенному в него промо-контент в Wrap. Промо категории контент. И... Вложено во него промо категории контент. Контент. И... Далее в фигурных скобках прописываем свойства скрытия. Дисплей. Нон. Видите? Все ушли. Вот все ушли при таких, в таком размере экрана. Да? Ну, давай тот же. Но нам нужно убрать пятого. Для того, чтобы обратиться к пятой, нам нужно обратиться к соседнему селектору. Как вы помните, все вот эти пять блоков имеют один и тот же класс. Промо категории контент. Нам нужно его скопировать. Да? Обращаемся ко второму. Второй. Со второго остальные уходят. Далее. Еще раз. Еще раз обращаемся к соседнему. То есть к третью. Уходят с третьего по пятый. Далее. Обращаемся к четвертому. Обуходит четвертый и пятый. И обращаемся к пятому. Все. Как вы видите, все ровненько. Четыре. Но, но, что самое интересное. Да? Мы скрыли. Но, что самое интересное. Если мы перейдем в разрешение больше, чем мы указали. Больше, чем 767 пикселей. Для этого мы можем сдвинуть. Да? Допустим, для наглядности. Смотрите, что происходит. Снова у нас пять блоков. Но, если мы уменьшаем, то у нас четыре блока. То есть мы применили стили для экрана с разрешением, то есть шириной до 767 пикселей. Если нужно применить какие-то стили от размера 767 пикселей или вообще от любого размера. То есть свыше этого разрешения экрана будут применяться какие-то свойства. То вместо max мы используем min. Вот так вот. Да? Min сразу. Оп. И оттуда. Да? Смотрите, что произойдет. Тут пять. А тут четыре. Да. Если вам нужно точечно задать разрешение. То есть, допустим, от 767 до 1000 применить какие-то свойства. То нужно вам сделать следующую запись. Так. Я скопировал. Давайте 767 и max будет пусть 1000 пикселей. То есть, что мы показали. Мы поговорим, что с разрешением от... Мы говорим, что на устройствах с разрешением экрана, что есть ширины от 767 пикселей до 1000 пикселей, применяем эти свойства. То есть, скрываем пятый элемент. Смотрите. Разрешение 1232, да? MinMax. Давайте сейчас сохранимся и посмотрим, что он нам покажет. Выйдем, конечно. Давайте уменьшать. Так, нам бы хорошо вот здесь посмотреть, да? Видите, пять элементов еще. Так, так. Пять. Пять, пять. Так, что у нас? Пять еще. Видите? Разрешение 1003. Но стоит за 1000 зайти сразу 4 элемента. Давайте перейдем. 767. Помните, у нас граница была 767. О, 752, 745. Все. Снова 5 у нас элементов. Итак, давайте подведем итог к этому сегодняшнему уроку. Что мы получаем? Для правильного отображения элементов, во-первых, используем процент, так, значение всей ширины и отступов. То есть, то, что связано с размерами. А также для точечной настройки каких-то элементов сайта. Можно изменить цвета на определенных разрешениях. На определенных разрешениях можно скрывать элементы. Нужно использовать медиавыражение. Примеры медиавыражения вы найдете под видео. Скопируйте, чтобы у вас было всегда под рукой. Если мы указываем медиавыражение MinWidge, то мы говорим, что с такого-то разрешения экрана применяются вообще-то какие-то функции. Да, то есть стили. Если мы говорим MaxWidge, то есть применяем медиавыражение MaxWidge, то мы говорим о том, что до такого размера экрана, разрешения, то есть ширины, применяются определенные свойства. А если мы указываем к две границы, то есть MinWidge и MaxWidge, то тогда мы говорим о том, что в этом диапазоне экранов применяются определенные свойства. Еще такой нюанс. Если вы сначала для одного элемента укажете одни стили, а потом внизу, может через несколько, может дальше, далеко укажете другие стили, то нижние стили будут перебивать верхние. Поэтому следите за тем, что вы пишете. Если вы не можете место перебивки найти, то просто для тех стилей, которые должны быть применимы к определенному элементу, можете поставить символ усиления свойств. То есть через отлицательный знак Important. Но об этом вы уже все знаете. Итак, давайте подведем итог всему курсу. Значит, что очень важно знать? Важно знать теги, основные теги, основные свойства стиля, как пишутся свойства стиля. Важно знать классы, идентификаторы, вложенные селекторы, соседние селекторы. Знать все, знать, отслеживать правильную иерархию, знать правильное обращение к ним. И правильно искать элемент на сайте, на шаблоне WordPress. Это ключевое. Прям искать вы должны просто уметь отлично. Иначе ничего не получится. Нужно видеть шаблон, видеть HTML теги и понимать, как лучше к ним обратиться. Но, конечно, это все приходит с опытом. На первых порах вы будете путаться, будут прокрашиваться не те элементы. Возможно, вы хотели окрасить один заголовок, а окрасятся все. Но, опять же, это все приходит с опытом. Кроме того, у вас есть одна очень бесплатная опция будет. Вы можете по ходу редактирования каких-то заказов, сайтов задать мне 10 вопросов бесплатно. Я вам помогу бесплатно для каждого участника. Если на этом курс у нас заканчивается, если он был полезен, научил вас чему-то новому, вы можете внизу, там будет специальная опция, как бы комментарии, вы можете оставить отзыв о курсе, что понравилось, что нет. Ну, а на этом все. Наш курс подошел к концу. До встречи на следующих обучающих программах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok